Предпринимателям будут разданы у нас, имеются памятки, что должен знать предприниматель, когда к нему пришли проверки. В целом в сфере защиты прав предпринимателей, в которой проведено более 20 проверок за истекший период, выявлено 230 нарушений законности и защитены права 215 субъектов предпринимательства. Появлялись факты незаконного взимания оплаты с предпринимателей, использующих железнодорожные вагоны, на сумму более 5 миллионов тенге. Буквально нам была проведена проверка и на станциях Майкуту, Караганда, Караганда-Сортировочная были выявлены факты, когда с предпринимателей взыскивались необоснованно сборы. Здесь, конечно, получилось недоразумение. Мы принесли представление в Караганда-Сортировочное отделение дороги. Суть в чем заключается? Взымались сборы за простой вагон на станционных путях по требованиям правил, которые утратили свою силу. Буквально с 21 июня 2012 года действуют другие правила, согласно которым, если на станционных путях стоит вагон более 24 часов, тогда взымается плата. А взымалось, как по старинке, раньше, после двух часов простой. В этой части мы внесли представление об устранении нарушения законности. Предпринимателям мы разъяснили права, что можно будет либо в судебном порядке данные деньги вернуть, которые были необоснованно высканы, либо взаимозачетом при последующем использовании железнодорожной погоны. Отделение дороги на встречу пошло, и в такие моменты они были. Также буквально недавно нами проводилась прокуратура проверка законности включения в план проверок на первый квартал контролирующих органов. К примеру, к управлению СЭС на транспорте были незаконно включены в план проверки на первый квартал проверка в деятельности ООО «Аэропорт-40» и ТО «Фьюрс Юрсенс». По нашему предписанию данные проверки были сняты, и они в ближайшее время в данных по субъекту проводиться не будут. Аналогично сейчас Межрегиональной инспекции транспортного контроля, также по нашему представлению по результатам проверки, решается вопрос о снятии проверки ТО «Евразиум-Фудс». Ну здесь, в чем были нарушения, на сегодняшний день, согласно закону о госконтроле и надзоре, есть кратность проверок, в какой период должны проводиться проверки в хозяйственных субъектах. Есть риски, несколько степеней рисков, и каждый постсубъект, в зависимости от того, от предыдущей проверки, какие были выявленные нарушения, ставятся в одной из степеней рисков. И с учетом этого уже намечается проведение этих проверок. Кратность, я имею в виду продолжительность, через какой период можно будет эти проверки проводиться. Ну сегодня на пресс-конференцию также у нас приглашены представители предпринимателей в сфере автомобильного транспорта. Здесь, конечно, хотелось бы довести, что до сведения вашего приказом генерального прокурора, буквально в 2012 году, направление, надзор в сфере автомобильного транспорта передан сейчас органам транспортной прокуратуры. В связи с чем, хотелось бы сразу разъяснить, что по всем нарушениям в сфере автомобильного транспорта, пожалуйста, можно обращаться на телефон доверия в прокуратуру по любым обращениям в вашей работе.